На этих кадрах последнее затопление и последние капли терпения Александра Колтун. Несколько лет мужчина не может решить коммунальную проблему. Четыре года назад семья заселилась в общежитие на Ванцетте и сделала косметический ремонт. Сегодня от него не осталось и следа. В каждой комнате потеки и разводы от воды. Два месяца проходите, у нас потоп. Три месяца от силы бывает. А может, бывает, и за месяц два раза. А что затапливает? Затапливает зал сейчас, ту спальню, коридор и туалет ручьем течет. Погнили, наверное, на трубы. Потому что туда я не знаю. А почему там не ревать? А она сказала, я ничего делать не буду. Я топила и буду топить вас. В папке с документами уже накопилась внушительная кипа актов по залитию, всевозможных обращений и отписок. Последний раз соседка сверху затопила семью 8 июля. Тогда коммунальники перекрыли стояк и вот уже третьи сутки. Пять блоков общежития без воды. Александр, который сам по профессии сантехник со стажем, не понимает, как так. В понедельник, говорю, перекройте воду, поставьте заглушки, краники есть же. Почему люди должны страдать? Третьи сутки без воды сидим. А я плачу регулярно. Соседка сверху, с чьей квартирой льется злополучная вода. Сама положением дел недовольна. Здравствуйте. Здравствуйте. Телевидение, Боброса 360, скажите. О, еще что. А вы топите своего соседа? Вы в курсе? Я в курсе. Все претензии в дом управления, там треснутые трубы в стенах. Вот они пришли три дня назад, раздолбали стенку и ушли. И с концами. Отключили воду и ушли. Наталья Бураковская сегодня специально взяла выходной, чтобы решить коммунальную проблему. Звонила в заинтересованные службы и ждала специалистов дома. Говорит, при чем здесь я? Все вопросы к сантехникам и мастерам. Три раза меняли гидроизоляцию нам. Все равно течет. Трубы там поменяли, все равно течет. В чем моя вина? Искать ответ на этот вопрос мы отправились в ЖУ-4. 583-й мы обнаружили трещины трубы. Наша труба идет до запорного крана. То есть вот. После идут трубы жильцов. Думали, что общий стояк течет. А стояк сухое все. Именно течет с ее комнатой. То есть конкретно там дула... Знила, да именно знила. Но там зайти страшно. Если вы зайдете, вы заберете. Мастер пояснил, Бураковской не раз выдавали предписание о том, что в воду включать нельзя и нужно купить некоторые запчасти. Женщина не слушает и раз за разом топит соседей. А делов-то, как говорится, на копейку. Материал есть, который мы ей хотели дать. Она вышибнула. Сантехник дал ей, чтобы она это купила. Может, обойдется ей 20 рублей. И это все заменится бесплатно. Материал за ее деньги. Она отказалась. Соседи рассчитывают, что проблема все-таки дорешится. А пока между собой выясняют, чья же вина. Что ты все меня долбаешь. Я к тебе не долбал, и ты меня не топила. Ну так а я здесь при чем? Если они ничего не делают, если они полтора года мне трижды меняли гидроизоляцию, и все равно она течет. И все равно она течет. Так а я здесь при чем? Пока вопрос остается открытым. Елена Кутузова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.